Всем привет! Сегодня мы будем тестить самое дурацкое, что я смогла найти на сайте Parfums. Не знаю, совпадение ли, но все это было произведено в Корее. С этим набором, здесь 5 единиц, я уверена, меня задержат на любой таможне, потому что это отменная дурь. Здесь у меня 5 единиц всякой чудной штуки в мире бьюти. Я не буду раскрывать все карты и, походу, вы узнаете, что это такое. Начнем мы с наклеек на веки. Написано Double-Eyed Tape, я вас не обманываю. Написано With Nature-Friendly Products. А что может быть более естественное, чем скотч? Inspired by Nature. А что может быть более естественным, чем склеивать веки и пытаясь быть похожей на чужую расу? Тут всего вот два пункта, как я отклеиваю, приклеиваю, и я красивая. Было бы здорово, если бы все в жизни было так легко. Ну вот я отклеила. И как-то они их затусовывали вот так вот, поднимая глаз. На самом деле, даже в детском лагере дети так друг на другом не издеваются. Мне кажется, я бы предпочла зубную пасту на лицо, чем в скотч на веки. Нет, нет, это просто выглядит как неудачная операция или какая-то мелкая помарка доктора Франкенштейна. Мы выпили отвратительную таблетку и сейчас переходим к приятным блюдам. Золотая маска для шеи. Собственно, это и был критерий отбора. Я никогда не видела масок для шеи, тем более она с золотом. Так что покозыряем молодостью, наверное, надеюсь. В общем, в составе этой маски улиточная секреция. Не только золото, но и кое-что поинтересней. А что может быть более приятным, чем ощущение на шее сырого вязкого желе? Понимание того, что это сделала улитка. Ну что, тут должно быть все просто. Как и любую маску, открываем, надеваем, ждем и восхищаемся эффектом. Поэтому вот так она выглядит. У-у-у, золотые крылышки! Вы видите это? Класс! Вот так, вот так, вот так это выглядит. Посмотрите, посмотрите. Даже не верится, что сейчас я это надену на шею. Разумеется, на ощупь не очень приятно, как и любая гидрогелевая маска. Ну что ж, поехали. Словно объятие семги, не знаю. Так, сейчас. Ну, пахнет очень приятно. И это радует. Но, будь она еще и теплой. Вот, вот так, девушки. Чокер вышел на новый уровень. Следующая единица нашей корейской карусели, это гидрогелевые патчи для носогубной зоны. Я надеюсь, вы понимаете, почему я решила их взять, потому что это выглядит словно товар из магазина приколов. Я надеюсь, они мне помогут, потому что даже говоря о морщинах, я улыбаюсь и делаю морщины еще глубже. Мне нужно спасение. Сейчас я попробую налепить их так, как, видимо, предполагается производителем. Так, ну тяжеловато, если честно, это делать, видя, что ты на грани раскрытия преступления, совершенного в 1715 году. Так, ага. Ну, короче, как усы, они не держатся, поэтому попробую просто их прилепить так, чтобы они мне помогали, что ли. Тоже нет. Ну что ж, я поздравляю вас с грядущим днем благодарения. Вы можете начинить меня яблоками и подать на праздничный стол. Курлы-курлы. В любом случае, я думаю, это крутая штука, потому что в ней можно избавиться от морщин, играть в театре Золотого Века и ограбить банк. Но для этого, возможно, нам должны помочь наклейки для век, чтобы как-то зафиксировать это все, потому что на лице оно не держится. Лот номер 4. Маска для рук. Как говорится, если хочешь узнать возраст женщины, посмотри на ее руки. И если на этих руках маска, то, видимо, женщине лет 150, потому что уже крема не справляются и есть необходимость в маске. Тут тоже инструкция написана на корейском, на английском только написано «наденьте, ждите и будьте счастливы». Я попытаюсь догадаться, и на этой штучке написано один, на этой два, поэтому, видимо, сначала мы наденем вот это, потом вот это. Надену маску только на одну руку, потому что у меня осталась еще одна единица товара. Открывается, открывается. Так. Оу, оу. Ощущение, словно принимаешь роды у медузы. А следующее это просто пакетик. И, господи, а понтов-то, а понтов, это просто пакетик. Ладно. И. Хорошо, маска и пакетик. И это получается просто, чтобы мы... Ага. И... А, ну да, все логично. Да, я хотела начать бубнеть, что и как ты будешь ходить в этой маске, все течет. Нет, нет, целая нация умнее, чем я. Они придумали, что... Пакетик. Моя рука в маске. И если этот патч я уже давно перестала чувствовать, то тут я все еще чувствую, что моя рука в чем-то. И, наконец, разумеется, я не могла пройти мимо этой красоты. Просто что-то гелевое в форме больших губ. Мне это нужно, мне это нужно. И потом я уже узнала, что это маска для рта. Подарок, который мы бы преподнесли многим из наших знакомых. Очевидно, одно, эта маска снова льстит моему рту. Мне кажется, я все лицо могу ею закрыть. Тоже приятный запах. Снова очень-очень приятный запах. Мне кажется, эта маска нежнее, чем... Ну, чем это определенно, чем усы, наверное, тоже, потому что я ковырнула и она уже... Аааааа! Опять! Это опять произошло! Но спасибо, что тусовались с нами эти пять минут. А мне пора уходить. Отправляюсь я в долину красивых рпов. А у нас готовы результаты последних двух конкурсов. Поздравляем очаровательную Ольгу Тимошевскую с победой в нашем видео про бюджетные находки. Именно она получает пять находок на выбор из нашей десятки. А в нашем обзоре на новую тушь Maybelline победу одержали сразу пять девушек. Поздравляем с победой Ирину Смовскую, Лену Скипу, Олю Шпильман, Карину Голуб и Юлю Лакей. Наш менеджер обязательно с вами свяжется в течение нескольких дней для уточнения всех деталей получения подарка. Всем остальным огромное спасибо за участие. Пока-пока.